Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило очередной телефонный разговор солдата оккупационной армии с семьей. Оккупант не скрывает свой страх и уверен, что в случае ранения не будет спасен, а в случае попадения в плен может надолго оказаться в тюрьме, так как в Украине совершил достаточно преступлений. Солдат оккупационной армии также сообщил, что российские военные по ошибке обстреляли свои позиции. Мы выдвинулись на позицию, короче, танки пошли, мы выдвинулись с этим самым, блядь, с РПГ-шкой танки ехать, короче, и по нам начал снайпер хуярить. А потом снайпер хуярил, начали наше по нам хуярить. Ой, мама дорогая, ай, 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 ай. Начали наше хуярить, мы начали по ним хуярить, а потом поняли, короче, что это наше. Это уже стрёмная хуя, я думаю, сейчас этот самый, я только начал бить, думаю, сейчас ебать, где-то рука на габру, сразу гранату подготовилась, сейчас под себя засунуть, если что, короче, понял? Ну, думаю, это потому, что, потому что, блин, такое дело, ну. Я и сплю, короче, с этим, за под подушкой. Не выдумывай, что, значит, спишь под подушкой, что себя взорвать собираешься? Не, ну так, если, блядь, ранение, еще какая-то хуярить, некому будет уносить, блядь, это ж такое дело, блядь. Не помнишь, что у меня по Украине 18 лет уже висит? И что, по-моему, блядь? Иди, блядь, смотри.